Всем привет! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Что делать, если фотограф не приехал на свадьбу?» Готовы? Погнали! Может, кто-то удивился, что такое бывает. Но да, такое бывает. И на моей практике было такое, что звонила невеста и просила выручить в такой ситуации. Как вообще это происходит? Почему это происходит? Давайте с вами разбираться. Ну, первый случай, почему такое может произойти, это когда пригласили знакомого снять по дружбе свадьбу. Но у знакомого поменялись планы. Он думал, что вроде как он не основной фотограф, это же просто по дружбе, зачем приезжать. И просто-напросто не приехал, забыл, забил или еще что-то. Вот, кстати, знаете, это самая такая популярная история, когда невесты на 100% рассчитывают на какого-то своего знакомого, на своего друга и считают, что он точно не подведет. И вот самое интересное, что именно знакомые больше всего и подводят, потому что они абсолютно уверены, что ну мне же за это не платят, ну я же по дружбе. Ну или даже если и платят, то мне же платят за это мало, не так, как обычно я беру. Поэтому мне поменялись планы, извини, ну как-то вот не сложилось, не получается, да. Второе, это если ребята не заключили договор с фотографом, и фотограф элементарно подумал, что, наверное, может быть, у ребят и свадьбы не будет. То есть вроде поговорили там полгода назад, вроде о чем-то договорились, но договора у нас нет, предоплаты нет, может быть, даже и предоплата есть какая-то маленькая. Ну вроде как непонятно ничего, да, как-то со мной не связались. Поэтому, в общем-то, наверное, может быть, свадьбы и не будет. В общем, история с договорами, это тоже популярная история, я частенько об этом говорю, и в каждом видео я требую, чтобы все заключались со всеми договорами. Это важно, чтобы со стороны невесты, жениха понимали, да, о чем они договорились со стороной фотографов, видеографов, стороной подрядчика. Да, чтобы действительно были какие-то договоренности неустные, чтобы это были письменные договоренности, чтобы один понял, что ждет от него второй. Ну и третий вариант, от чего это может произойти, это когда за день до мероприятия или там за пару дней до мероприятия с фотографом не связались, и он просто элементарно забыл. Бывают ситуации, что фотограф перепутал дату. Хорошо, если он перепутал дату и приехал на месяц раньше. У меня недавно была такая ситуация, что мне звонит фотограф и говорит, ой, слушай, я тут в ЗАГС приехала, а у нас же свадьба. Я говорю, какая свадьба, о чем речь? Она говорит, ну вот у нас же 10 числа свадьбы. Я говорю, у нас свадьба через месяц. Мы же всегда, говорю, документы отправляем за несколько дней до свадьбы, мы связываемся и говорим, что вот у нас такого числа свадьба, напоминаю, вот техническое задание, вот еще что-то. Она говорит, ой, я как-то вот заплутала, задумалась, забылась и приехала на месяц раньше на свадьбу. Да, такое бывает хорошо, если на месяц раньше приехала, да, а если на месяц позже человек подумал, то с человеком не связались, и человек просто, вот человеческий фактор, да, просто забыл, что вот нужно приехать на свадьбу. Какой выход из этой ситуации может быть и как может поступить фотограф? Понятное дело, что вы начинаете звонить фотографу. Если фотограф добросовестный, то он понимает, что конфликт неизбежен. И он может попытаться решить ситуацию тем, что он приедет на свадьбу. Да, пускай он опоздает, но он приедет на свадьбу и постарается урегулировать неприятную ситуацию, которая возникла. Так как ему важна его репутация, он может оказать часть услуги, приехать с опозданием, задержаться на вашем мероприятии до поздней ночи. Может быть, даже взять какую-то меньшую стоимость за то, что он опоздал, чтобы сгладить свою вину. Но при этом он свои обязательства выполнит. Это хороший расклад. Но есть и другая сторона медали, как говорится. Если фотограф недобросовестный, он понимает, что он накосячил, он понимает, что он должен быть сейчас на свадьбе, он осознает проблему, которая возникла. И он выбирает единственным способом решения этой проблемы не отвечать на звонок. И вот мы сейчас, сегодня будем с вами разбираться, что делать как раз-таки именно в такой ситуации, когда фотограф недобросовестный, и когда он принял для себя решение просто не брать трубку, просто вот я в домике, да, и не ответить на звонок и никак не решить эту ситуацию, которая возникла. Знаете, один из самых, пожалуй, наверное, действенных методов, которые я вам сейчас расскажу, из самых быстрых методов, это зайти на портал Event for Me. Если вы понимаете, что у вас уже начались сборы, но фотографа нет, он не приехал и навряд ли уже приедет, то забегайте на свадьбный портал Event for Me в раздел «Каталог». Так, находите фотографов, и первого попавшегося фотографа нажимаете. Дальше вам нужно позвонить по тому номеру, который указан вот здесь. Это номер портала. Вы звоните по этому номеру и говорите о ситуации, которая у вас возникла. Сказать, что к нам на свадьбу не приехал фотограф, вы можете нам сейчас максимально быстро подобрать фотографа. И озвучить следующее условие. Какая сумма у вас есть заложена на фотографа? Место, куда нужно подъехать фотографу? Скорее всего, это будет уже ЗАГС, либо, может быть, это будет церемония, если у вас планируется церемония. Если вы понимаете, что до ЗАГСа там 10 минут, естественно, фотограф уже не успеет приехать в ЗАГС ни при каком раскладе, потому что фотографу, как минимум, менеджеру нужно связаться с несколькими фотографами, узнать, как быстро они могут приехать. Дальше время, к которому ему подъехать максимально реальное. Дальше нужно сообщить, во сколько у вас заканчивается мероприятие. И все это нужно проговорить четко по телефону, чтобы менеджер вам подобрал подходящего по бюджету фотографа. И, может быть, он подберет вам фотографа, который может территориально ближе находиться к месту, где у вас будет проходить ваше мероприятие и приедет максимально быстро. Я считаю, что на текущий момент это, наверное, самый быстрый вариант, как можно решить эту проблему, которая возникнет. Конечно, можно просто сидеть, пока вас собирают, пока вам делают прическу, макияж, можно сидеть и пытаться самостоятельно найти фотографа в поиске, забивать фотограф на свадьбу, каждому обзванивать, нервничать и узнавать, может человек приехать, насколько быстро он может приехать и так далее. Но, скажу честно, проще это отдать отдельному человеку, чтобы он это сделал для вас. Раньше, кстати, вот хочу сказать, раньше была такая ситуация, что, не знаю, как это, не розыгрыши, подставы, некие ситуации такие, когда фотографам, ведущим и так далее звонили люди какие-то и говорили о том, что нам срочно нужно провести мероприятие условно, можете подъехать в течение двух часов. Ведущий приезжал и его обманывали каким-то образом, он должен был что-то купить, что-то привезти и так далее. И многие ивентеры знают эту историю, поэтому, если вы будете самостоятельно пытаться найти фотографа вот таким вот образом и говорить о том, что вот у нас вот такая вот ситуация произошла, то, скорее всего, может также возникнуть такая ситуация, что вам не поверят, я не помню суть этой проблемы, но такая проблема была. Поэтому лучше отдать это отдельному человеку, пусть он это за вас сделает, потому что отдельному человеку доверия больше, потому что это постоянный менеджер портала, и он постоянно на связи с теми фотографами, которые есть на портале. Дальше. Очень важный момент вашего отношения к той ситуации, которая произошла. Смотрите, что произошло, то произошло. Постарайтесь отнестись к этому таким образом, что да, случилась ситуация непоправимая. Вы не можете изменить эту ситуацию. И если вы оставили заявку, чтобы вам подобрали человека, нужно эту ситуацию забыть максимально, нужно эту ситуацию максимально отпустить, да, и не выяснять ни с кем отношения, не пытаться дозвониться до этого фотографа, который вас подставил таким образом, да, не выяснять отношения с женихом, не выяснять отношения с мамой, не обсуждать, какой он такой-сякой, как он меня подставил, как он испортил мою свадьбу, как все ужасно, и как... И вообще я все это по-другому представляла. Вообще не обсуждайте эту ужасную ситуацию. Все. Просто вот с холодной головой отдали эту работу, да, отдельному человеку. Человек будет максимально быстро стараться решить этот вопрос за вас, и вы ситуацию отпускаете и просто наслаждаетесь тем, что есть. Что случилось, то случилось, нет вообще никакого смысла вот то, что произошло, обмысоливать. Вот предположим, да, вы приезжаете в ЗАГС, но фотограф не успевает в ЗАГС, да, вы понимаете, что да, у меня до ЗАГСа там остается полчаса условно, и фотограф, ну, никак не успеет приехать ко мне в ЗАГС. Закажите фотографа в ЗАГСе, в конце концов. Если в ЗАГСе есть фотограф, то закажите, пусть фотограф из ЗАГСа пофотографирует вас в ЗАГСе, чтобы у вас остались эти фотографии, если, опять же, он там будет. Если у вас нет видеографа, то закажите видеографа в ЗАГСе, да, пусть он поснимает вас в ЗАГСе, чтобы осталась съемка из ЗАГСа. Пусть это будет съемка, да, вот такая архивная, но, тем не менее, пусть она у вас останется. Если у вас есть видеограф, и он приехал вовремя, а фотограф не приехал, то я могу сказать с 90-процентной уверенностью, что видеограф может спокойно сделать вам пару-тройку, там, с десяток фотографий со сборов невесты, ну, чтобы у вас остались хоть какие-то фотографии. Да, конечно, это не будут такие же фотографии, как если бы это делал фотограф, какие-то там постановочные, какие-то там высокохудожественные. Но, тем не менее, фотографии со сборов у вас будут, потому что в большинстве случаев видеографы снимают на фотоаппараты. Поэтому, да, ему нужно будет там перестроить фотоаппарат свой, но, тем не менее, он сможет сделать там несколько фотографий вам, чтобы у вас остались эти фотографии со сборов. Если в ЗАГСе не будет там фотографа и видеографа, да, которые обычно от ЗАГСов, ну, здесь, опять же, ситуация такая, что попросить фотографа, видеографа того же, да, если он у вас будет, если вы заказали видеографа на свое мероприятие, чтобы он также сделал пару снимков вам из ЗАГСа, либо попросить своих гостей снять церемонию хотя бы на телефон и там сфотографировать вас хотя бы на телефон, ну, чтобы у вас хоть какие-то фотографии остались из ЗАГСа, если вы понимаете, что вот безвыходная ситуация, ни фотографа нет, ни заказать фотографа в ЗАГСе тоже невозможно. Дорогие мои подписчицы, дорогие мои женихи-невесты, если вы знаете еще какие-то решения, у вас была, может быть, похожая ситуация, не дай бог, конечно, но если вдруг была такая похожая ситуация, и вы нашли какое-то решение или, наоборот, не смогли найти решение, но ситуация похожая с вами случилась, напишите, пожалуйста, в комментариях, я думаю, будет полезно узнать не только мне, но и всем тем, кто готовится к своему мероприятию, для кого это страшный сон, что не приедет фотограф на свадьбу, как вы справились с этой ситуацией, полезно узнать, как вы выходили из этой ситуации, как решили эту проблему, мы все вместе с вами прочитаем эти мысли, и, возможно, кто-то возьмет себе на заметочку еще что-то, что вы расскажете у меня в комментариях. Все, на этом мы закругляемся. Я искренне надеюсь, что вы никогда не столкнетесь с похожей ситуацией. Я искренне надеюсь, что, посмотрев это видео, вы перепроверите, чтобы обязательно все договоры у вас были подписаны, чтобы вы перепроверите обязательно, чтобы заранее, за день до мероприятия вы связались с фотографом, и он подтвердил, там, или за 2-3 дня до мероприятия, чтобы он подтвердил, что да, все в силе, все хорошо, я приеду, все замечательно. И то видео, которое вы посмотрели, останется просто в формате видео, а не той страшной реальностью, которая, не дай бог, произошла на вашем мероприятии. Все, пока-пока.